Меня очень многие просят пилить ролик про Толяна, аналитику про Толяна, ситуацию с Толяном. А что пилить-то? Как бы такая тема уже избитая. Уже наверно только самый ленивый блогер на эту тему ролик не сделал, а так все уже запилили ролик про это. И как бы все уже все знают, да, здесь уже даже Толяна по телевидению, да, вся ситуация по телевидению, да, уже, ну, что пилить-то ролик об этом? Все все уже знают, да. Или вам интересно с моей колокольни, как я это вижу, ролик по ситуации с Толяном. Ну, во-первых, мне кажется, еще не конец всей этой эпопеи, да. Мне кажется, квартиру вернуть, еще можно, еще есть шанс. Я как человек, обращающий меня на детали, да, когда я увидел Толяну бабку по телевидению, и как она разговаривает, мне показалось, что ее кто-то конкретно держит под гипнозом и промывает ей мозги. Вот, то есть там не один Снеговой замешан, я думаю. Там Снеговой, я думаю, это целая цепочка, это целая, как бы так сказать, группировка этих мошенников. Бригада, так сказать. Значит, один в бригаде, это Снеговой, якобы виновник всего происходящего, да. Но я уверен, что в этой бригаде есть еще и очень хороший, либо психолог, либо гипнотизер. Есть у них в бригаде наверняка человек из органов, или еще кто-нибудь. В общем, какая-то крыша должна быть у Снегового. Вот. И они проворачивают такие дела. Мне так кажется. Поэтому было бы неплохо, наверное, выцепить. Кто же Толяна, кого-нибудь гипнотизера, да. И выцепить бабку свою на дачу у Снегового. Просто в наглую забрать ее оттуда, да. привезти куда-нибудь. Ну, неважно, куда-то. В любой подвал. И чтобы с ней работал уже другой гипнотизер. Так сказать, делал разгибнотизирование. Сука, не могу говорить по-русски. Вот. И разгипнотизировал бы ее в обратную сторону, как бы. То, что бабушка вдруг в один прекрасный момент говорит, ой, Толик, я тебя люблю. Где твоя мама? Я по-моему так соскучилась. Толик, ой, 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 ты чего такой грустный, Толик? Бабушка, ты же квартиру на Снегового переписала. Поэтому я грустный. Что на Снегового? Нет, я иду в суд обратно. Я буду требовать обратно квартиру Снегового от этого мерзавца. Вот так должно быть. Вот так должно быть. Мне так кажется. Без какого-то врача, психиатра или гипнотизера там ничего не будет, мне кажется. Потому что его бабка, она как зомбированная, понимаете. Вот как зомбированная. Она слышать ничего не хочет. Только толдонишь. Снеговое, Мишенька. Аж противно как-то. Фу! Аж мурашки по коже пошли. Муа. Вообще Я ролик хотел передать не об этом даже. Сегодня. Это я просто сказал Чем мне показалось Когда я посмотрел Передачу по телеку Столяна Снеговым Его бабкой и мамашей. Вот. Сегодня хотел передать ролик На тему Переезд Столяна Симонов и подписчики Приехали Столяну помогать С переездом. И я Вот сейчас Я могу Заперить Аналитику Переезда Так как я Самый лучший грузчик в мире Величайший грузчик в мире Да Я сразу нашел Несколько ошибок Которые были Сделаны При переезде Во-первых Толян Неправильно Упаковывал посуду Тарелки должны В коробке не лежать Вот так вот А стоять Вот так вот Ну естественно Бумагу завернута Или в газету Коробка Да И вот так вот Тарелки должны Находиться Стоя Так меньше шанс Что они разобьются Так что Толян Неправильно Паковывал Свою посуду Вот И коробки были У Толяна Хреновые Я не знаю Как у вас в России А у нас в Швеции Должны быть Специальные коробки Для переезда Но Так как мир держится На идиотах И на дураках Да То например Многие фирмы Делают тоже Плохие коробки Как бы с виду Коробка Как коробка Да А бумага Плохого качества Картон Эти коробки Они мнутся Намного быстрее Чем хорошие коробки То есть Если ты положил Три коробки Одну на одну Да И коробки Это плохого качества И они будут тяжелые Они прогнутся Порвутся Если внизу У тебя в коробке Были Была посуда А наверху Книжки То эти книжки Раздавят коробку С посудой Поэтому коробки Сам картон Должен быть Из очень хорошего Качества Плотный Плохие картонки Их хватит На один На два Переезда Плохие картонные коробки Их хватает На один На два Переезда А хорошие Картонные коробки Их можно использовать Приблизительно 10-12 Переездов Это я вам говорю Как самый лучший Грузчик в мире И что самое противное Когда вот за эти Картонные коробки Которые Из плохого Картона Сделаны Берут те же Самые деньги Что за хорошие Картонные коробки Вот тут уже Вообще Я считаю Беспредел Полнейший Вот В общем У Толяна не было Картонных коробок Настоящих Вот Он неправильно Паковал У него там все В основном было Засунуто В такие В черные мешки В большие черные мешки Было засунуто все Это неправильно Все должно быть В коробках Чем больше коробок Тем Лучше Тем более Профессионалы Не носят одну коробку Они сразу Четыре коробки На тележку ставят И поехали И точно так же Даже если нет лифта То эти четыре коробки Можно как и поднять На специальной Такой тележке Так и опустить Понимаете Без особого там труда Я как-то в своих Старых ролях Показывал Как я работаю Вот Симонов ему помогал Переезжать Носил мебель Симонов Скажу вам честно Ребята Скажу вам честно Было очень Приятно Увидеть Сергея Симонова В роли Грузчика Не Серьезно Вот Когда я увидел Симонова Когда он носит Толя На шкафы Да На разобранные шкафы Вот эти Он нес По ступенькам Да Мне вот Было приятно Вот Вот честно Скажу Вот Знаете Когда я работаю Грузчиком То например Работаешь В центре города Да Возле коммунити кафе Люди сидят Кушают мороженое И смотрят на тебя Как ты работаешь Чувства Неприятные Скажу вам Да Ты вот работаешь Да Она тебя смотрит Кушают мороженое И думают Какие идиоты Работают Грузчиками Так вот Вот первая жизнь Когда я увидел Да Вот Симонова На голубых экранах Которая работает Грузчиком Пусть он работал Один день Грузчиком Да Ради Толя Но все равно Когда я увидел Симонова Работающего Грузчиком Да То я сразу Что я сделал Сразу Я пошел Сил в кресло И взял мороженое И стал его есть И смотреть на Симонова И вы знаете Это приятное чувство Было Приятное чувство Вот Когда Симонов Носил шкафы А я сидел Жрал мороженое И смотрел на него Вот Это было приятно Короче Вот А так вообще Симонов Ну что могу сказать Молодец Сука Как бы Реально То есть Приехал там Организовал там Бутербродики Помог С перевозкой Да Как бы Вот Многие на Симонова Там бочку катят Да Что он Там такой Секой Блин Он Ну как Толя Ну как К сыну А вы Что-то бочку на него Катите Не знаю Ребята Ну все-таки Подумайте На эту тему Может все-таки Симонов Он Хороший человек Как вы думаете Вот Вот Абдули Которые банят Каналы Да И мой канал банят И других людей банят Каналы Абдули Да Ни один Абдуль Не приехал И не помог Толяну Шкафы перевозить Понимаете Ни один Абдуль Так что возьмите Это на заметку Кто делает добро А кто не делает добро Ну если бы я жил в Москве Я бы тоже конечно Толяну И коробки привез И показал бы Как упаковывать Да Все бы рассказал Показал Но Перевозить бы Толяна не стал Говорю сразу Потому что я очень Занятой грузчик У меня как бы Ну Я очень специальный грузчик Вот Как бы вам сказать Вот Если я вдруг Завтра заболею Да То все Работа на фирме Может встать Потому что кто будет Носить там Да Например Тяжелые моторы От лифтов Кто будет носить Никто кроме меня То есть если я заболел Значит лифт Мотор от лифта Не занесли наверх Значит люди Значит люди Не смогут пользоваться Лифтом В этот день Да Потому что я заболел Люди будут ходить Пешком наверх На 14 этаж Например А ведь здесь пожилые люди Да Инвалиды То есть На мне На моих плечах Да На моем горбе В принципе Судьба многих Людей Которые живут В Гютеборге В многоэтажных домах Понимаете Вот Дальше По ситуации С переездом Машина конечно Приехала Ну просто жесть Перевозить Толяна Ну это я так понял Профессиональная Машина Грузчиков Приехала Ну это конечно Все равно жесть Понимаете Так На таких машинах Наверное в Швеции Ну в 45 году Наверное только Перевозки делали Жесть Короче Не специальные Такой вот Дорожки Да Вот как это называется По русски Не знаю Вот от машины Которая идет вниз До асфальта Чтобы по ней Можно было ходить Нету этого ничего То есть Я так понимаю В эту машину Надо закидывать Вот эти шмотки Наверх Потом залезать в машину И уже в машине Расставлять Причем Расставлять машину Ничего невозможно Потому что Она по габаритам Неправильная Эта машина Плюс Вот она нету Коробок нормальных Все какие-то пакеты Ну слава богу Сегодня вещей было мало Поэтому все равно Поместилось все в машину А если было много вещей Они бы делали Три-четыре ходки А если все правильно Упаковать Все правильно Расставить в машине Одной ходки Хватит Ребята Одной ходки Если Профессиональный грузчик Делает Две-три ходки Да Это позор Позор для грузчика Грузчик должен Все уместить В одну ходку Использовать Каждый сантиметр Понимаете Каждый миллиметр Нужен использовать Так Я что-то заговорился Не знаю Хороший ролик Получился Плохой Ну Че навеяло То навеяло Короче Все КРИКИ